Общаясь с вами, соприкасаешься именно с планетами, с космосом. Я сейчас тоже одну такую проакционную тему, наверное, задам. Есть задачи, от которых не уйти. Ну, я когда-то астрологией немножко увлекался. Было единое знание, которое содержало в себе полностью все эти моменты. У меня сейчас период Сатурна, период такой испытаний, даже новые линии появились. В той жизни я сделал всякого разного. Давай чуть-чуть его тут ограничим. Моешь полы, посвяти это Богу. Вот это и есть уже духовность. Мы начинаем соединять сознание и тело. Вот эта внутренняя работа является тем фундаментом, который создаёт внешний мир. Да, но нужно всё равно для себя определить, ты куда идёшь. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте, Светлана. Вы до меня доехали, это символично. Видимо, какое-то единение наших взглядов, точек зрения. В чём-то единение, в чём-то, может быть, противоречие. Будем разбираться. Да, будем разбираться, да. На самом деле у меня намерение давно было с вами познакомиться, пообщаться, потому что я когда-то астрологией немножко увлекался. В последнее время так очень чётко для себя осознал, понял, что есть понятие судьбы, да, или как карма, да, судьба человека. То есть человек же, он рождается, душа приходит, этот мир уже в определённое время, да, в определённом месте, в определённой семье, да, в определённом роду. И в этот же момент есть определённое расположение планет. Это как раз говорит о том, что действительно судьба человека, она предопределена. Вам, как специалисту, мне было важно вот задать эти вопросы, вот так вот пообщаться, что насколько она предопределена вообще, возможно ли что-то, да, изменить в судьбе. Может быть, можно, потому что я был свидетелем того, как у людей менялись линии на руке. И, кстати, у меня у самого вот я заметил, что когда-то немножко хиромантией увлекался, что у меня вот даже новые линии появились. Ну, разумеется, это такая отдельная тема. Вообще человек сам по себе, внешность его, руки, ноги, всё что угодно, это тоже астрологическая карта. Было единое знание, которое содержало в себе полностью все эти моменты. Но теперь оно как-то раздробилось и кажется чем-то таким частным. На самом деле нет. Что касается вот вашего замечания по поводу прихода человека сюда, и вот кармы, и вот предопределённости, то мы договоримся о том, что я немножко поясню, как это устроено. Есть общее движение планет для всех. То есть оно предопределяет некоторые геополитические события, природные, глобальные, основные тенденции для всего человечества. И приходит человек, встроенный в эту систему своеобразным образом. Та индивидуальная позиция планет, и не только там планет, а их взаимоотношения, то есть угловых расстояний, это и является поводом для размышлений, насколько предопределена его жизнь, или у неё есть люфт. И тема люфта – это очень индивидуальная история. Есть люди, которые приходят сюда не то чтобы без кармы. Карма – это несколько для меня, по крайней мере, другое понятие. А вот возможность выбора, возможность манёвра у всех очень-очень разнообразная. Есть угловые расстояния, которые считаются кармические. Это у нас называется кармический аспект. То есть его судьба сюда привела уже в неком ограничении по какой-либо сфере. Это может быть деньги, это может быть личные отношения, что-то ещё. Этот формат жизни, он чувствует вот эту тесноту в этом. И он считает, что это очень плохо, ему несправедливо. Купировали все возможности. А судьба такая мудрая девушка, она думает, господи, в твоей жизни сделал всякого разного. Давай чуть-чуть его тут ограничим, чтобы с деньгами не обошёлся как-то не так, с отношениями или с чем-то ещё. То есть убережём его. Да, да, да. А он это воспринимает вот так. Да там такие тонкости есть. Есть дискретные аспекты, есть постоянно действующие. То есть постоянно действующие – это ты не можешь вообще в этом направлении двигаться. И в чём-то ты ограничена, развивайся в этом, думай. Как только ты выходишь из вот этого, этой игры и полной в неё погружённости, у тебя начинается и обзор шире, да, и возможностей больше. Есть другие аспекты, так называемые, там, децильные. Они вообще позволяют быть чуть ли не безнаказанными, если мы вообще возьмём это слово в употребление. Потому что, на мой взгляд, карма – это равновесие, которое было где-то нарушено, и его нужно просто восстановить. А мы воспринимаем это как трагедию, как вот прям, не знаю, какой-то груз, который нужен с собой. Да, человек обычно же воспринимает именно больше как негативный аспект какой-то кармы. Но карма – это на самом деле как последствия. Они же есть и позитивные, есть и негативные. И даже негативные – это на самом деле, как я говорю, это уроки, уроки жизни. То есть уроки жизни, которые должен человек пройти. У меня сейчас период Сатурна, период такой испытаний, но я его называю, некоторые там сразу попадают в состояние паники, как это период Сатурна. Всё, я думаю, ну это же здорово, это период трансформации на самом деле, личностной трансформации. Я думаю, что это немножко не трансформация, если говорить о сатурнянской силе. Вот мне, к сожалению, жалко, что я даже не знаю, ваше дата рождения надо было подготовиться к этому по-другому. Но Сатурн – это структуризация, это удаление недружного. А мы это воспринимаем, как будто это лишение. Но мы потом выходим оттуда из этого… Обновлённая. Из этой трансформационной даже, скажем, схемы. Трансформация, да. Мы понимаем, что вот это было лишним, то было лишним. И мы вот в чистом, в натуральном состоянии ковинтесенции двигаемся куда нужно. Кстати же, планета такого профессионального направления в том числе. Ну да. Понимание векторов. Предназначение, да, фактически. В некотором смысле, да. То есть кто-то есть на самом деле, когда снимается вот эта мишура, и остаётся только та суть, которая существует. Но и вообще я хочу сказать, я Сатурн люблю. Так это моя любимая планета. Да, 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 да. Вот те, кто трудятся, он же любит трудяка. Вот ты трудишься, ты что-то такое методично идёшь к чему-то. Он говорит, слушай, ну этот человек нормальный, он же воспринимает мою энергию. Ну не будем его там терзать. Вот он и сам всё это, вот когда человек делает выбор осознанно, что сейчас он должен, ну аскетично пожить немножко, да. И не надо, чтобы Сатурн ему там в ухо кричал, лишал, бил там и так далее. Вот эта осознанность, понимание, в каком ты находишься сейчас, в периоде состояния, доверие, да, доверие тому сценарному поводу. У меня даже по этому поводу есть такая теория, ну она так немножко с юмором. Это же Порфирий Корнеевич Иванов, наш, я его называю, русский йог, рекомендовал людям совершать так называемое терпение, то есть воздержание от пищи по субботам. А суббота даже как планета Сатурн, да, ну есть такая одна из версий, да. Вот я так думаю, ну это же как раз правильно, когда человек совершает некую аскезу, да, там воздерживается, например, от пищи, то есть уходит в терпение. А Сатурн так смотрит, думает, ну чего трогать, он и так парень умный там, да, или там девушка, сам над собой работает, я буду отдыхать. Вот, то есть когда на самом деле человек, он работает над собой, то тем самым начинает проявляться позитивный аспект той или иной планеты. Да, она значит, да. Ну в частности Сатурна, именно позитивный аспект, он же есть у каждой планеты, не только негативный, да, какой-то, даже, опять же, ну в моём понимании нет негативного аспекта. Ну его расположение может давать нюансы, да. Ну опять же для чего? Для нашей трансформации, то есть для нашей работы над собой, да, или там народа, или человечества, для определённых изменений. Ну вот представьте, у астролога вот эта дорожная карта, она открыта. Главное понимать общую тенденцию, тогда ты видишь смыслы все, и ты видишь цели, которые, куда тебя ведёт, а для чего. А вот есть частности, но люди, которые как бы не знакомы с этими вопросами, для них всё является какой-то сенсоидой бесконечной. Но если мы понимаем, что, допустим, тот же самый Сатурн, где-то в районе 30 лет, 29,5-30, делает обращение, и в течение, ну как минимум года, в это время человек находится в состоянии непростого выбора, отказа от чего-то. Вот говорят, вот профессия, ты там выбрал её в 17 лет и пошёл. А в 29,5 ты вдруг понял, что ты шёл не туда. И вот позволить себе, не делая таких однозначных выборов, и как-то действовать согласно, хотя бы если нет этой дорожной карты, есть какое-то внутреннее состояние. Наверное, вы тоже сталкивались, и вообще мы все сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, приятными, неприятными, когда какие-то люди вмешаны в них, и мы думаем, вот этот человек пришёл, он нехороший, а вот этот хороший. А это же комбинация, да, которая имеет такой специальный сценарий, и тебе его показывают, а ты тыкаешь пальцем в людей. Ты пойми, да, для чего вот этот формат пришёл. Как только ты себя исключаешь из состояния вот этой банальной оценочности, ты начинаешь, по крайней мере, синхронизироваться с этими энергиями, и они тебя не задевают так. То есть они как раз помогают тебе выйти вот к твоей цели, да, на твой истинный путь, дают тебе силу, энергию определённую для того, чтобы двигаться. Ну да, да, я думаю, что вопрос вот веры, он заключается в этом, наверное, вот доверять этому сценарию, который есть, потому что тот, кто его создал, значительно умнее, да, и мудрее, и выше, чтобы увидеть вот полную картину. Часто люди считают, что всё по-другому. Ну, потому что человек, он же воспринимает всё всё равно через своё восприятие, он же не смотрит на это объёмно, целостно, смотрит ограниченно, опять же, через призму своего эго, и, как правило, ложного эго, и, соответственно, не истинного, а именно ложного эго. И, соответственно, он же как, ну, как такая дуальность есть, да, то есть хорошо-плохо. И он же считает, что если с ним что-то происходит, какое-то событие, причём плохое событие, он же не привык брать на себя ответственность, и он занимает позицию жертвы, несчастные жертвы обстоятельств. Ну, вот он начинает обвинять всех вокруг, да, там плохой, кто там, микробы, вирусы повлияли, расположение планет не такое, кто там, инопланетяне, да, правительство и президент, соседи, муж-жена и так далее, и так далее. Вот это вот, наверное, самое важное, что есть, ответственность за свою жизнь, да, ответственность за все свои поступки, мысли и понимание, что вот этот творческий процесс, который сейчас происходит, такой созидательный, если раньше люди держались за социум, за какие-то вот системы, которые брали на себя якобы ответственность, сейчас, в частности, и медицинская сфера, да, и вроде как ему делать ничего не надо, ну, там туда пошёл и всё, и сдался. Да, из-за тебя уже всё решили. Да, да, и вот сейчас, и раньше ты это уже переставала работать, да, а сейчас, как никогда, это твой внутренний и выбор, твоя дорога, твой путь, и всё зависит от того, насколько ты способен понимать, что всё является отражением твоих шагов, мыслей. Да, и, опять же, принимать это. Да, спокойно, не обезобитый, не искать виновата. С благодарностью, да, принимать и двигаться вперёд. Мы начали разговор с кармой, скажем, с того, что есть люфт, нет люфта. Есть моменты на рождение такие специальные, ну, например, человек родился в какой-то затмении, солнечное, лунное. Да даже в новолуние, если 29-й лунный день, то есть задачи, от которых не уйти. И это не всегда плохо. Это может быть миссия, а это может быть лишение. А лишение-то тоже миссия, да? Да, да. То есть вопрос только в том, чтобы, может быть, то, что происходит с тобой, оценить иначе. И вот эта оценка, да, как бы того, что всё правильно происходит, и ты в этом ведёшь себя как красивый герой-то, это уже хорошо. Поэтому, когда у вас есть ещё какое-то руководство к действию с помощью информации, тела, планет, чего угодно. Мы сейчас разговаривали, сидели о руках, да? Мы же вот понимаем, когда смотрим на пальцы рук, на ногти, мы видим, если длинные, скажем, лунка ногтя, человек очень терпелив, он будет внимать, он будет спокойно двигаться. Если у него очень короткая, даже совсем такая вот аж горизонтально вытянутая поперёк ногтевой лунки, то это очень большая степень импульсивности. И мы видим вот эти настройки человека. Да, это настройки, да. И когда он в этих настройках живёт, когда он начинает понимать, и руки-то часто меняются, да? Если человек начинает цепляться за какие-то детали, у него могут быть там суставы начать выражаться больше, чем обычно. То есть у нас есть всё для того, чтобы... Ну, по сути, и тело – это как бы инструмент, который изначально уже настроен определённым образом. Но мы потом можем, опять же, через свои мысли, поведение влиять. Ну, это как, допустим, вот человек заболел, да, и всё, врачи поставили на нём крест, к примеру, ну, как был случай... Кстати, в Москве я проводил семинар, и врачи просто вскрыли, посмотрели, зашили. Говорят, ну, живите, ни о чём не думайте. Ну, на самом деле, месяц дали времени. Да-да, я понимаю, что это речь мы сталкиваем. Вот, и женщина как раз была вот на семинаре, и мы с ней прорабатывали вот по методике, совершали перепрограммирование подсознания, выяснили причины болезни. Там весь зал подключился, весь зал работал. И через полгода, когда я приехал снова на семинар, она пришла, попросилась, говорит, помните меня? Ну, конечно, помню. Как я могу это не помнить? Она говорит, всё, мне диагноз сняли. То есть вот в судьбе вроде бы у неё было, или как, или как раз нужно было пройти через вот это испытание. Да, видела. Но иногда, допустим, вот человек же не видит, у меня бывали разные, мы говорим про Сатурн. В астрологии есть кармические узлы, вы их знаете, Кето, Раху, да. И когда они становятся, ну, в так называемый Тау-квадрат, то есть центром треугольника становится Сатурн, он, да, он как бы намекает, сейчас очень важный выбор, туда или сюда, куда идём. И тогда тот самый фактор кармы, туда или сюда, он склоняется. И у меня были разные вот случаи на этот счёт, и был, например, такой момент, когда пришла ко мне девушка, я вижу, что Сатурн очень часто указывает на отца в карте человека. Я говорю, слушай, у тебя что-то с отцом, тебе надо очень срочно с ним повидаться, иначе это может быть финальная точка, это невозможно будет, необратимый процесс. Она говорит, ой, нет, я так на него обижена, он так поступил некрасиво, и вот это прям, я говорю, у тебя, ну, там, дриня. Ну, она на это не обратила внимания, когда она пришла, живых его уже не было. И вот эти моменты, они иногда часто вот так складываются, и тебе прям планета говорит, задайся вот этим вопросом или вот этим. И поэтому, да, здесь иногда мы можем решить, иногда там есть провокационные моменты, а иногда мы видим, что приходит некто в качестве Юпитера, например, и предлагает свою помощь, и у него есть шанс этим воспользоваться. И вот если мы понимаем, что этот шанс есть, а мы им воспользуемся, замечательно, мы можем это сделать. Но вот вопрос невежества, это прямо... Ну, это даже в йога-сутрах прописано, что это одна из главных причин страданий людей. Первое – невежество, и второе – это эгоизм. Две главные причины. На самом деле, когда человек сталкивается с какими-то проблемами в жизни, он или, ну, как говорится, складывает крылья, и сдаётся, или он, наоборот, выходит на новый этап своего как бы становления, развития. И опять же, я так думаю, что те же самые силы, допустим, планет, да, и другие силы, они дают человеку эту возможность на самом деле. То есть, пожалуйста, ну, как выбор, да? То есть выбирай, куда двигаться. Да, здесь много интересных вещей. Ну, вот на двух пунктах хотелось остановиться, но есть вот такой древний метод. Многие позиционируют себя как медицинские астрологи, но Алицена действовала там определенным образом. Например, строится карта начала болезни, в которой видно причину болезни, где её ход, чем лечить, как человек будет себя вести, когда он выздоровеет. То есть, в принципе, вот все вот те методики, особенно, естественно, это гомеопатия к этому имеет прямое отношение. Но не только. Если мы понимаем смысл там, то мы понимаем, куда двигаться и сколько у нас времени для этого. Ну, в общем, успех дела зависел от понимания, насколько, естественно, если болезнь, например, появилась в солнечной затмении. Это признак такой, достаточно фатальный, но, опять же, может быть, он фатальный в том смысле, что перерождение радикально перестроит его жизнь. Ну да. Я вообще за оптимизм в этом вопросе и за то, чтобы понимать, что у нас сейчас как никогда меняется, скажем, тут есть много терминов, затёртых и незатёртых, ну, та самая там решётка Земли, матрица, как угодно. То есть она становится пластичной. То есть тот фактор, который позволял раньше держаться за что-то там, как за социальный такой вот жёсткий каркас, и люди удерживались. Некие ориентиры такие были, да? Да, и только ориентиры. Вот его там спасут, тогда были ленты. Точки опоры. У него будет пенсия, ещё что-то будет, да, его будут лечить в какой-нибудь соседней поликлинике. Вот. То здесь сейчас рушатся вот эти категории, и не за что держаться, кроме себя самого. И вот этот фактор эгоизма, когда ты всё время на кому-то вот это сбрасываешь, этот кто-то должен решить. И фактор нежелания ничего знать, как это делается, да, нежелания, ну, даже спросить себя. Все у кого-то хотят что-то спросить, да? Не хотят спросить у своего тела. Не, ну, даже у астролога, например, спрашивают, а как мне там жить, да? А как? Ну, тут немножко по-другому. Вообще такая вот, ну, как бы это сказать, интеллигентная астрология, она немножко по-другому складывается. Это не пришёл человек с бухты барахты, как мне жить. Ты открываешь картину и видишь там всё целиком. От его физического состояния, морального, то, что скрыто от событийности, там есть несколько планов, и у него настройки меняются часто, и он уже в других настройках, может быть, завтра будет жить. И там предлагается ряд событий. Какие-то настоятельно предлагаются, какие-то так. Вот, и это настолько такое неоднозначный ландшафт. Это ты ещё должен с ним общий язык найти, чтобы он понял. Я обычно, вот, когда встречаюсь с людьми, я рассказываю то, что было некоторое время назад, чтобы он понял, что я это вижу, и вот он сейчас пришёл ко мне в процессе вот таком-то. И вот дальше у него складывается такая ситуация, и для чего она складывается. Ну, дело не в этом. А дело в том, что на самом деле мы сейчас приходим в состояние новой биологической сути, новых отношений со временным пространством. Физика материи меняется, её отношения со временем. Но если угодно, вот буквально с февраля 26-го года, даже вот если угодно, есть такая дата 20 февраля 26-го года, появляется и новая решётка, и новое представление о едином, ну, боги так, если говорить так, вот такой терминологии. Это обновление всей природоносной среды, да, вот всего того контекста, в котором мы жили. Для кого-то это может быть связано, будет с невозможностью вписаться в настройки, да, с невозможностью проявить самостоятельность. В любом случае, это такой испытательный период, и, кстати говоря, вот этот промежуток где-то до конца марта 25-го года на самом деле будет идти с сентября примерно 24-го, да, примерно так, будет идти такая калибровка, вот как вот он пристроился, не пристроился, как пространство устраивается в это, как тело реагирует, а мы всё думаем там о вирусах, вот сейчас придёт вирус, а это всё, всё же включено в программу действия. Да, уже есть. Вот, и вопрос отношения к этому всему, вот когда приходишь на какую-нибудь программу, тебя спрашивают, будет ли новый вирус, какой ужас, да, а вопрос о включении новых настроек, либо ты к этому определённые отношения имеешь, и сейчас целебным является именно отношение к этому, понимаете? Ну, как я называю, ответственность, да, то есть когда человек готов брать на себя ответственность, именно за себя, за свои мысли, слова, поступки, вообще за жизнь свою, даже не только за свою жизнь, а за жизнь всей планеты, вот, и на самом деле такое возможно, когда человек берёт на себя ответственность, тогда у него действительно начинает происходить, ну, скажем, изменения такие, причём достаточно серьёзные изменения в его жизни, только с этого периода, потому что если ты в позиции жертвы, позиции жертвы, ты ничего не можешь поменять, то есть на самом деле на тебя оказывают влияние, все кому не менее. Да, роль принял вот эту. Да, да, да. А когда ты берёшь позицию, входишь в позицию, как я называю, хозяина своей жизни, то есть берёшь на себя ответственность, и никого не обвиняешь, а смотришь внутрь себя, и начинаешь просто анализировать, где ты включаешь интуицию, понимать, чем ты создал, да, это события, ситуацию, болезнь, такие отношения, какие уроки ты проходишь, для чего тебе это нужно, именно важно, для чего тебе это нужно. Вот. И далее человек уже, следующий этап, он выходит на своё предназначение, то есть он начинает понимать, что на самом деле ты же здесь в этом мире не просто так, как вот, я говорю, любой предмет, там вот это кресло, да, оно же было создано кем-то и для чего-то. Соответственно, и каждый человек, у него есть создатель, есть некое предназначение, то есть он для чего-то предназначен. Когда человек начинает это осознавать, и, как вы говорили, он вписывается, да, вот в эту структуру всех этих энергий, в том числе космических, там, божественных, всех абсолютно, и ему-то жить становится, на самом деле, легче и интереснее, потому что он начинает идти именно в соответствии со своей природой по жизни, с той природой, с которой он пришёл. Вот он начинает осознавать себя, понимать себя, того, что с ним происходит вокруг, и действительно меняется его жизнь. Он начинает жить более вообще осознанной жизнью, и жизнь становится более интересной. Ну, вообще, мотив жизни, да, это как импульс, как энергия, да? Если мотива нет, то это на чём будет? Это теклеса, это энергия. Её не может быть. Если есть мотив, только все думают, что мотив – это что-то такое высокое, вот он должен стать йогом, да, или должен стать… То есть это… Ну, это образ, образ цели, может рассказать. Да, да. Тогда возникает мотивация. Желание двигаться, желание знать. Да, но нужно всё равно как бы для себя определить, а ты куда идёшь? Ну, вот я привожу такой пример. Например, вот, ну, организм, да, в нём там триллионы разных клеток. Но каждая клетка, она на своём месте. То есть клетки печени на своём, клетки сердца на своём, там, головного мозга. И каждый выполняет свою функцию. Но у них же у всех клеток есть одна общая цель. Это жизнь и процветание всего организма. Потому что если они это не будут выполнять свою функцию, то, ну, организм, он погибнет. И тогда они погибнут вместе с этим организмом. По-другому никак. И получается так, что чем быстрее человек осознает, а что он должен сделать для вот этого единого организма через свои мысли, слова, деятельность, поступки, тем быстрее к нему придёт состояние вот этой гармонии, внутренней гармонии с собой и с окружающим миром. А пока человек, он хочет жить, ну, как вот этот эгоизм, да, я хочу жить для себя, мне наплевать, там, допустим, на семью, народ, там, на народ, там, вообще на всё человечество. Как у нас понимание свободы. Что хочу, то и делаю. Хочу халвоем, хочу пряники, да. Что хочу, то и делаю. На самом деле, свобода, это же как раз, она исходит из внутреннего состояния человека. То есть ты, да, ты свободен, у тебя есть свобода выбора, но если ты не вписываешься, поток времени, да, поток времени, вот этих энергий и тех необходимых трансформаций, которые нужно пройти вот сейчас, в данный момент времени, ну, тогда, как правильно сказали, тогда на следующее воплощение там для тебя тогда самые благоприятные условия будут. У меня всегда такой возникает странный вопрос. Вроде, вот, я человек, у меня есть тело. Мы это тело не знаем, как будто это не мы. Ну да. Ну, оно захотело, заболело. Ну, оно да, оно какое-то живёт своей жизнью, а мы его изучаем, как будто это не мы. Странно, да, как будто это два разных абсолютных персонажа, тело и нечто, что размышляет об этом теле. Вот. И вот это всегда так выглядит забавно, то есть какого-то единства у нас с телом нет. Есть ли в вашем представлении какой-то ключ к этому всему? Есть. Так. И как раз, ну, вот я же и первую книжку написал «Возлюбив болезнь свою», как раз там посыл такой, чтобы человек стал целостным. Потому что я всегда говорю, ну, человек заболел, да, вот он говорит, я потерял здоровье. Можно подумать, что вот он шёл там в карман... В карман не улёд. Да, в карман полез там за носовым платком и выронил здоровье. То есть, ну, это же абсурдно. То есть, человек заболел. Я спрашиваю, вы хотели болеть? Нет. Я говорю, ну, получается, у вас как бы тело живёт своей жизнью? Ну, да. А вы своей? Ну, да, так и получается. Я говорю, ну, так давайте придём к тому, что придём к целостности. То есть, мы начинаем соединять сознание и тело в единое целое. Потому что пока тело отдельно, а сознание у нас отдельно. Вот. А ещё и подсознание там живёт своей жизнью. Вот. А ещё ты вписан вот в этот мировой процесс, о котором ты вообще представления не имеешь. Хорошо вы там объясняете, как там с позиции, да, планетарных всех этих историй. А так получается, что человек, он действительно живёт вот в этом состоянии невежества, непонимания и разделённости. То есть, тело само по себе, а какая-то часть меня, она сама по себе. И как раз болезнь, почему это благо, я книжку-то назвала «Возлюбей болезнь свою». Потому что болезнь, на самом деле, благо для человека. И болезнь помогает… Это вопрос к его сознанию. Да. Потому что, ну, боль же, она говорит, что всё, дальше уже нельзя. Всё. То есть, человек, ну, он живёт, если он нет боли, ну, он что хочу, то и делаю. А боль, она обращает внимание. То есть, смотри, ты же что-то делаешь не так, неправильно в своей жизни. Потому что, ну, это же очевидно. Человек там порезал палец, да, допустим, ножом. Это о чём говорит? О том, что ты неправильно взаимодействуешь там с острыми предметами. Если обжёг, значит, неправильно взаимодействуешь с огнём. То есть, огонь неплохой. И там нож неплохой. Ну, в нашем понимании, допустим, вот есть какой-нибудь уран, вошёл в квадратуру с Марсом, и есть такая опасность. Ну, как правило, я своим подопечным говорю, так, аккуратнее, здесь вот будет то-то, то-то. То есть, будет сбоить электричество, техника, ещё что-то. Когда вот наступает, поступает это в сознание, информация, она не пугает. Она осознаёт эту энергию. Некий иммунитет такой, да? Да, и энергия, она перестаёт быть острой. Она расплавляется. И вот это понимание, кстати говоря, и осознание, и знание, оно расплавляет вот эти острые углы абсолютно. Когда ты сознание своё направляешь даже вот в больной участок тела, в какой-то орган, сознание, это же, ну, наше индивидуальное сознание, это часть абсолютного сознания, да, там, божественного, как угодно можно назвать, бытия, там, любящей энергии жизни, да, но это вот часть её. И получается, когда ты направляешь туда это сознание, там начинают происходить процессы в соответствии вот со вселенскими божественными процессами. И очень важно соединить сознание и тело, как термин энергизация, да, тело, или как раз сделать так, чтобы каждая клетка стала осознанной. Это на самом деле возможно. И для этого просто нужно наблюдать. То есть есть понятие медитация, созерцание, ты просто обращаешь внимание внутри себя и начинаешь созерцать те процессы, которые происходят тебе. И вот правильно, под воздействием вот этого внимания твоего, твоего сознания, но не твоё, оно на самом деле божественное сознание, происходит вот эти сглаживания каких-то углов или процесс вот этой внутренней трансформации, то есть такого, скажем так, плавления внутреннего, вот в этом, как говорю, в тигле сердца духовного происходит процесс переплавления и выплавления, то есть из руды получается, ну допустим, там металл рождается, то есть некая суть, квинтэссенция выходит. Человек просто, он становится другим, в принципе другим. То есть он вообще другим существом другого порядка становится вот так. Ну да, когда это много раз сделано, это уже, да, это уже качественно другой рывок, да, внутренне. Но интересно, что вот когда спрашивают о астрологии, а вот это будет, вот это я тут упаду или я там потеряю деньги, да, условно говоря. А ты видишь вот эту геометрию и она говорит, и вот, ну вот вы сейчас говорите о том, что что-то происходит с телом, а ведь на самом деле те события, которые происходят, вот событийность, там, ну какая-то ссора, конфликт или наоборот какой-то успех, это же отражение тех энергий, которые есть. Которые есть у нас. Они могут там, допустим, не пропустил ты их правильно, они говорят, да хорошо, мы теперь еще и в тело полетим. Да. Вот. И вот это ориентир этой событийности, восприятие ее не как какого-то плохого дяди или тети, а как некое такое сложившуюся неравновесную конфигурацию, да, которая требует, во-первых, внутреннего сначала сознания, может быть, спросить у себя, обратить внимание хотя бы. Вот. И тогда это уже обеспечивает хоть какую-то гарантию, что дальше эта энергия негативная, деструктивная не пойдет в тело. То есть вот эти ориентиры, они всегда видны. Иногда как смотришь, думаешь, ветер сегодня. Понимаешь, ага, Меркурий там сегодня, наверное, с Марсом. И ты уже понимаешь, что раз Меркурий с Марсом там затеяли какую-то игру, значит, динамика, например, во внешней жизни максимально. Значит, там ее можно хоть на экономику, хоть на тело привести, да? То есть вот эти сигналы, мы их не распознаем как некий принцип, но очень к этому подходим, ну вот прям как-то утилитарно, да, как-то примитивно. И это вот там, это отдельно, а это все единый поток некой такой вот конфигурации, которая надвигается. И я понимаю, что изучить астрологию, это надо потратить жизнь на это, да? Вот так это же невозможно. Но тем не менее, понимаете, вот какие-то вещи, стремление к знаниям, тем более, что сейчас планеты будут вставать в такую конфигурацию не сразу. Вот сейчас сначала будет такое такое фамильярное отношение со знаниями. Это прям буквально вот с лета, текущего конец мая, начало июня. Борьба за информационное лидерство, вообще желание взять на себя роль, ну, такого ориентира, который другим не позволяет там что-то такое делать в этой информационной среде. Я думаю, что это борьба такая будет. Но вопрос в том, что сначала пойдет отмена ценностей, даже вот религиозных в общепринятом смысле. И так отмена ценностей коснется многих вещей, и обесценит, может быть, и нужные вещи, и, естественно, религиозные, прежде всего. Ну вот, когда начнется август, где-то ближе к 20 августа, опять начинается такое, вот как бы, энергетическое, такой прессинг, когда, ах, стоп, вы не поняли, да, что происходит, а вот теперь, получается, то есть, вот эта борьба за еще не сформированный источник знаний, когда, например, будут включены образовательные какие-то программы, поиск еще чего-то, а не готова среда для формирования действительно глубокого такого контента знаний, потому что мы все время думаем о том, что сейчас мы вот там своих детей, правильно экзамен устроен или неправильно, но мы не думаем, а что мы им даем, что мы вообще способны дать, да, вот, и только лишь туда дальше, когда к 26-му году, ближе, да, в конце, наверное, 25-го, происходят удивительные, фантастичные вещи в плане источников информации, другого отношения к этой информационной среде и действительно прорывных представлений о том, как можно получать эту информацию, знания и так далее, и так далее, то есть мы сейчас, конечно, вслепую пока двигаемся, но на мой взгляд очень важно оценивать общий сценарий, перестать его ругать, заниматься собой, потому что то, что происходит и кажется нам уничтожительным и таким жутким, деструктивным, ну, это разрушение старой системы, как это может быть по-другому, да? Ну, это, да, нужно как сместить акцент, да, опять же, внутрь себя обратить внимание, ну, я это называю как то, что происходит во внешнем мире, это как подсказки вселенной, да, то есть вселенная тебе дает некие подсказки, такие ориентиры, и ты на них не опираешься, но ты их учитываешь, и благодаря им ты можешь корректировать какие-то свои, ну, течение своих энергий через работу со своими мыслями, со своим сознанием, опять же, путём медитации, да, созерцания, молитвы, ты можешь менять своё внутреннее состояние, тогда, ну, как вот пример, да, с ветром, да, вот ветер, там, Меркурий, да, и с Марсом, да, ну, здорово, значит, действительно, это же подсказка, ты давай, работай, включай это, и на самом деле, ну, как, для этого не нужно всю жизнь потратить на астрологию, для этого просто человеку нужно быть внимательным тем подсказкам, которые есть во внешнем мире, с одной стороны, а с другой стороны, быть внимательным тем процессам, которые происходят у тебя внутри, действительно, соединять сознание и тело, то есть, потому что тело, это что? Это инструмент, вот, это, как я говорю, храм души, вот, вообще, у меня такая есть теория, что есть вообще три храма, это наше тело, где сердце, это алтарь, куда мы приносим или гнев, или зависть, или любовь, да, или там, милосердие, второй, это дом, в котором мы живём, это тоже храм, и, по сути, дом и должен стать храмом, и в доме есть алтарь, вот, и третье, это природа, природа, это тоже храм, ну, говорят, природа храм Божий, да, это тоже храм, то, что люди возводят там в разных традициях определённые сооружения, называют это храм, это, конечно, хорошо, да, на определённом этапе, но вы же сказали о том, что будут какие-то религиозные там даже ценности будут меняться, я считаю, что это как раз и будет происходить у людей переосмысление того, что, когда люди научатся брать на себя ответственность и будут осознавать, что то, что происходит внутри них, связано с тем, что происходит во внешнем мире, а то, что происходит во внешнем мире, безусловно, связано по закону отражения, подобие резонанса, связано с тем, что есть в твоей душе, что там происходит. И, соответственно, я даже отсюда вывел, ну, это не то, что моя теория, да, но то, что на самом деле мы можем через определённые внутренние процессы влиять на то, что происходит в окружающем мире. и, ну, кстати, с 12-го года я провожу такую коллективную по воскресеньям в 8 утра по московскому времени такую коллективную медитативную практику, в которой мы выстраиваем определённый образ новой реальности, ну, я его назвал так, пространство любви, гармонии, красоты. И этот процесс, он важен как для самого практикующего, потому что он выстраивает настройки свои определённым образом. Но это же и начинает влиять на окружающий мир. И вот эта работа над собой, мне кажется, это вот тот приоритет, который должен быть. Ответственность войти в компанию людей, медитирующих на общее благо. Ну, допустим, моё благо там, это одно, да, благо кого-то, ещё это другое. Вот это умение в своих энергиях на текущий момент, которые становятся доступными для этого, сотворить свою орбиту. Вот мы находимся в этих орбитах, да. Вот эта орбита, она расширяется по мере возникновения этого внутреннего такого огня, да, какого-то качества, магнита, как угодно. И эта орбита, она, допустим, если она подходит другому, он, оп, туда попадает. Это созвучно ему. И это рост, такой естественный рост этих орбит, превращающийся в такую вселенную общность. Такой естественной. И мне кажется, те вызовы, которые могут случаться, они будут устроены таким образом, то с одной стороны, вроде как, человек самостоятельно должен решать их, самостоятельно, потому что он и есть и участник, и создатель своих процессов. А с другой стороны, действительно, есть необходимость партнёрство, единение, нахождение вот этого равновесия. В этом есть противоречие. Ну, на самом деле, я понял, да, о чём вы говорите. И эта противоречие как раз и устраняется через, ну, скажем, вот эту именно медитативную практику, да, именно через медитацию. Не просто, скажем, человек, он говорит, ну всё, я так вот сейчас образ создам, и теперь всё в мире будет хорошо, всё будет замечательно. нет. Прежде всего это... Он подключается к другим сферам, так сказать. Прежде всего это его внутренняя работа. Прежде всего. И вот здесь как раз он и начинает работать над собой. Я и как говорю, что вы прежде всего должны изменить свою жизнь, свои настройки внутренние, свои мысли, эмоции, чувства. А через это, через это будет меняться общая коллективная реальность. Почему? Потому что нам же не показывают всю реальность таковую, какая она есть. То есть мы живём в некой модели реальности. Я всегда привожу такой пример. Вот есть глобус, это модель Земли, да, и Земля. То есть глобус, понятно, отличается существенно от самой планеты. И, соответственно, каждый человек, он живёт в своей модели мира, в своём таком мерке. Но наша, как скажем, глобальная реальность, она состоит из вот таких индивидуальных, субъективных реальностей каждого. И, соответственно, это чисто физика. Когда даже один человек начинает менять свою реальность, свою модель мира, он автоматически вносит изменения в общую коллективную реальность, в обобщённую реальность. Вот. И здесь, понятно, не должно быть никакой гордыни, чувства собственной важности, что вот я такой крутой, я вот по воскресеньям сажусь, медитирую и, значит, такое благо делаю для всех. Нет, ты прежде всего делаешь благо для себя, а через себя ты вносишь всё равно изменения вот в эти общие процессы, которые происходят. Я сейчас тоже одну такую проукционную тему, наверное, задам. Это из того, что я вижу и как это развивается. Вот мы работаем над собой, ну, мы работаем над духом. Да, вот это слово «духовность», оно тоже такое набившее оскомину, но смысл заключается в том, что мы всё-таки пытаемся найти какой-то канал с Богом, да, вот быть с Ним в единстве. У нас здесь такая матрица, она была жёсткая, сейчас она чуть-чуть смягчилась, позволяет нам там действовать, где-то там как-то вот находить более лёгкие нейронные связи или как-то другие лекалы. Вот. Но планеты, о чём говорят, соединения никаких планет, говорят о том, что наступает соединение духа и структуры, структуры, которая может быть управляема. Вот сейчас мне правильно нужно понять. Кодово, мы сейчас меняем коды, меняются коды воды, да, там, воздуха, то есть кодовая система, она меняется, и все наши взаимодействия с телом, все наши взаимодействия вообще с физикой, да, тоже меняются, но эти коды имеют вполне себе прописанные конкретные вещи в цифровой форме. Я не имею в виду сейчас вот за цифровизацию, чтобы меня правильно на смотрели. В цифровой форме, то есть цифры могут регулировать некоторые процессы, если мы знаем, ну, если это не выглядит как, допустим, взлом, да, какой-либо системы. Просто мы знаем устройство это. Там ещё будет работать вода, лёд будет работать с цифровым контекстом, очень мощно связанной. То есть есть управленческие формы, которые нас опять задают нам вопрос, как вызов. Мы вроде стремились выйти на какие-то другие поля сознания, а тут есть такие регуляторы. Меня это привело, ну, не то, что прям привело, да, это чувство, эту версию, это называют версией, но у меня есть такое ощущение, что человек — это некая, с одной стороны, искусственный интеллект, да, который вот мозг, так сказать, подкручен под эту тему, а с другой стороны дух закованный в этот интеллект. И есть у него некоторые формы регулировок, которые действительно работают. Ну, допустим, ну, в матрице прописана тебе некая такая там история, там, это может быть событие, это может быть всё что угодно, но знание позволяет тебе там использовать эту кодовую систему, не то чтобы, вот не надо этих грубых слов вмешательства в матрицу, да, а построение своей системы с помощью этих знаний. или построение системы с помощью своего духа. И тут, наверное, тоже есть некий синтез, потому что я впервые вижу такое соотношение планет, которые одновременно являются Богом, структуры, полностью обновлённой системой Земли. Это, естественно, на человеческом уровне выльется в понимание Бога, как некого другого такого мировоззренческого такого плана. Может быть, даже и некое единое понимание придётся. Да, единое понимание. Это и структура жёсткая, но структура в ответственности. Да. Вот, то есть мы это воспринимаем, как будто бы нас там сковали, а вопрос только ответственности. Но тут находится планета, полностью подверженная вот этой духу Бога, так назовём, его вот влиянию. И вот этот синтез очень уникальный. Каждый из этих планет создаёт очень такие специфические вещи, связанные с микроорганизмами, с различными вирусами и так далее. Это как кодовая система, тоже прописывается, да. То есть, с одной стороны, мы это рассматриваем мир как вполне себе системную штуку, которая технократично, казалось бы, может быть рассмотрена, а с другой стороны, мы её рассматриваем как систему упования на полную мощь духа, минуя всю эту систематичность. Ну вот именно должен быть синтез, то есть соединение. Да, да, да. И вот когда люди там, скажем, начинают сбиваться либо в одну сторону, либо в другую сторону, но нужно понимать, что эта система едина, и мы, если это создано сейчас для того, чтобы упорядочить процесс взаимодействия с Богом, наладить совершенно другой энергообмен, создать повод для... Ну вот вы говорите про медитацию, вот эти коллективные, для коллективности с полным наличием индивидуальности. Да, обязательно. То есть эта планета, о которой я говорила, Херон, он является синтетической встройкой одного в другое. И вот эта сложность понимания, мы видим сейчас и процесс прям полярный один, и процесс полярный другой. Это нас дезориентирует, это не даёт возможности нам оценить реальность, как она устроена, но она тоже устроена математическим образом. То есть не может быть беспорядочное там как бы участие высших сил. Это всё в порядке. Это просто этот порядок... Это высший порядок. Да, либо мы его узнали, мы его приняли, перестали бояться и начали просто узнавать. Отменили, скажем, эго для своего личного, скажем, такой регулировки каких-то вещей. То есть тут такие задачи непростые и такое непростое понимание, которое всё-таки требует впустить в себя и ту, и другую реальность. Это понимание этих вещей. Но я так и говорю, что, смотрите, вы медитируете не для того, чтобы уйти от реальности, а для того, чтобы привнести высшее в эту реальность. Однозначно. То есть то, что я говорю, соединение сознания и тело. Не так, что правильно. Многие люди понимают, духовность — это значит отрыв вообще от жизни, что я там всё, ну такое уже прям, сейчас вот, да, уже с крыльями, уже сейчас полечу. Но это, на самом деле, это одна из разновидностей гордыни. Это как бы отрицание, на самом деле, другой части Бога. То есть материальный мир — это же его природа. Это ценность. Конечно. Которая нам дала как инструмент, мы её узнаём, и мы её, вот это мы отбросим, это не духовно. Но и она же нам нужна именно для нашего восхождения, для нашего развития. Вот, и поэтому важно, чтобы именно соединить, ну я это как говорю, как врач, да, как доктор, что соединение сознания с телом. Если мы занимаемся медитацией, то не для того, чтобы оставить бренный этот мир, да, а для того, чтобы привнести как раз высшее сознание, да, высшее понимание сюда в материю, в эту структуру. Потому что она есть, она действительно есть, она существует, она и будет всегда. Она была, есть и будет. Да, то есть ей нужен порядок. Конечно. Выйти из матрицы всегда. Матрица — это система порядка просто, которая удержит материальный мир. И нельзя её отрицать. Однозначно, поэтому да. Но привнести в неё именно высший смысл. Однозначно. Вот это нужно. И тогда произойдёт этот синтез, соединение, и человечество быстрее начнёт прогрессировать, уходить от вот этого невежества и от эгоизма. И с другой стороны, и процессы начнут, ну как, уже там наверху происходить, ну скажем, они-то и будут происходить, и происходили, и будут происходить, но человек сможет лучше понимать вот этот высший смысл происходящего. У неё не будет уже чувства вот этого несправедливости. Допустим, да, что происходит что-то, вот это несправедливо в моей жизни. Ну вот эта вот дуальность, она и рождает справедливо-несправедливо, да? Да. Вот, а уход вот этих всех понятий, он и рождает, в общем-то, вопросов все к себе, что называется. Да, да. И я думаю, что вот это очень ценно, что вы сказали, внесение смыслов через порядок. Вот оно, собственно, и есть. И там очень много таких факторов, которые, во-первых, меняют энергии вокруг, с ними же надо как-то взаимодействовать. Конечно. А если человек вот это не впустил в себя, вот это понимание, то ему и взаимодействовать с этим сложно. То есть мир, он имеет настолько такую многостроенную структуру. Да, многоуровневая. Да, естественно, да. И вот когда мы ждём, да, вот вы пообещали, будет рай там, да? Но это забавно, да? Для кого-то рай уже начался, в общем-то, отчасти, да? А кто-то и в аду живёт уже. Да, 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 да. Поэтому всё вот этот вот рай, да, и счастье, он внутри каждого находится. Да. И вот это иногда непонято, это понятие типа искать в себе, где его искать. А это и есть вот, когда ты принимаешь общий план и понимаешь, что этот план, вот он таков. И он для тебя. Да, и он по-другому быть не может. И никто не виноват, что так сложилось. А те, кто вот эти предопределяют, какие-то вызовы, но это тоже процесс воспитания, если угодно, фильтрация какой-то, да, и так далее. Здесь вот эта калибровка, которая действительно будет происходить там 24-25 год практически, да, это очень важный самостоятельный процесс. Иногда в нём невозможно помочь, как только не спросить себя и выйти, дистанцироваться от тех обстоятельств, которые есть в твоей жизни, как участнику игры. Вот вы сейчас, кстати, говорили, что придумали некую игру, мы сейчас об этом поговорим. То есть как только ты дистанцировался и понял расстановку сил, почему, как они встали, просто превратил это в понимание такого ландшафта общего, да, тогда у тебя нет плохих деревьев или хороших гор, да, или чего-то такого. Ну это уже и людей. Естественно. Нет плохих или хороших людей. Да, 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 каждый на своём месте, и каждый выполняет то, что он должен выполнить. И если нам дана материя, и это понимание, ну это вообще великая мощь. Да, это на самом деле преимущество вот в этом мире, сам материальный мир. Это его как бы достоинство. А часто люди теряют понимание этого. Ну не то, что теряют, они просто забывают про это. Ну и если так по-простому, я так объясняю, что у человека есть уровень потребности, да, какой материальный уровень потребностей, исходящий из нашей биологической природы, да, животной. Там поесть, поспать, жилище обустроить, там продолжить род. Есть душевные потребности, то есть это желание любви, внимания, заботы и самому проявлять любовь. И высшие потребности, а я их называю, духовные потребности, это любовь к Богу и любовь к Богу ко мне, то есть высший смысл жизни. И на самом деле, если мы посмотрим, ведь сейчас вот в нашем мире в основном, ну даже висят все институты, промышленность, всё работает в основном для удовлетворения, ну это 90, наверное, 5 процентов, работает для удовлетворения именно физических потребностей человека. и мы их не можем отрицать, их нельзя отрицать. Здесь работает такая схема, ну вот просто пойду пример, когда приходят ко мне, ну там люди бизнеса, говорят, вот я делаю всё, я вложил туда деньги, я там вот прописал такую программу, у меня маркетолог так отработал, там такие фразы, такие железные уже, которые ты встречаешь, и думаешь, господи, всё, я туда не иду, потому что это просто замануха такая маркетологическая. Ну да, манипулирование, да. Да, и спрашиваешь, какая цель? Ну я же должна себя позиционировать, у меня должны быть деньги, на что жить. Всё, ты себе поставил рамки, ты себе загородил всё, что только можно. И если это не вписывается в этот сценарий, о котором мы говорили, если он бесполезен, он просто не полезен, то тебя никто не обеспечит. А обеспечение, оно и возникает от твоей полезности. Конечно. И сейчас такое время, которое очень сильно подчёркивает, если ты двигаешься в контексте вот общего плана, который действительно задуман, то тебе обеспечат комфортные какие-то формы, да, жить. Эти же энергии будут тебя двигать. Да, 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 потому что ты полезен, ты должен дальше как-то работать. Я думаю, что вот эта искренность, честность, да, это та настройка, которая не сбивает суррогатом всё. Это то, это, кстати, в отношениях тоже, если, допустим, кто-то, ну пусть он будет там таким, ну он там зарабатывает немножко, я ничего, остальное там как-нибудь. То есть ты себе создал настройку, не удовлетворяющую тебя. Если ты понимаешь, что ты соприкасаешься и духом, и телом, да, с другим человеком, то есть это же, ты не обманываешь среду, и она реагирует на твой посыл. И она реагирует на твои, да, конечно. На твой честный посыл. Что ты хочешь? Ты хочешь вот этого, давай вот это, хочешь денег. Ну давай там, вот эти внешние инструменты, они больше так не работают, как работали, да. И вот я даже там чувствую, как вот эта среда там, которая, социальная среда, в которой финансовая составляющая являлась таким гарантом, таким вот прям якорем, который корабль стоит, всё прочное. А сейчас это всё разрушается. И вот все думают, что это какие-то отдельные части чего-то, да, шоу-бизнес что-то, что прилетело там не туда, да, ещё что-то. А это просто лёд тронулся, всё, он тает, стоят не на чем, всё. И вот эта внутренняя работа является тем фундаментом, который создаёт внешний мир, и не наоборот. Ну то есть другие точки опоры это уже должны быть. Да, а это как раз то, о чём вы говорите, вот этот дух внутренний, он строит, потому что всё сначала рождается, потом это обрастает событийностью. Материей потом, да. А мы там вот, ну мы, не мы, люди всё равно держатся за какую-то тему, которая явно раньше работала. Ну она держится за окружение и за те материальные гарантии, которые у них были, да. А сейчас получается, ну даже взять ту же пирамиду Роберта Дилса, да, получается, что есть же на вершине пирамида это я, ну смысл, да, я ради кого и ради чего. То есть ради чего высшего я в этом мире. А люди цепляются, да, цепляются за окружение. Они думают, ну да, счастье у меня будет вот в моей жене или моем муже, в моих детях, там в машине, в квартире, там ещё в чём-то. А на самом деле это не может тебе дать счастье. Это уже, да, это уже продукт твоего, да, твоего состояния. Да, твоего внутреннего состояния. Но в это сложно вериться, потому что как бы вот той среде, которая была, и той парадигме жизни, это, ну, это... Мы тут разговариваем о чём-то странном, якобы. Не, ну почему? У меня даже, мы когда говорили, у меня была такая мысль, там сейчас вот кто посмотрит, думает, да, как так это всё интеллектуально, заумно, далеко, вот нам что-нибудь попроще. Да, да, на самом деле, просто, ну, как минимум, просто подумаешь, что тебе, ну, вот, чего бы ты хотел в этой жизни сделать, честно. Я вот смотрела, там, недавно человек, там, один, ну, заболел, там, всё, уже два месяца ему нам дали. И он подумал, я всё время на себе тяну, вот, это нелюбимая жена, там, какая-то семья, которая должна вот её сохранять. Это нельзя есть, потому что будет плохо. Это можно. Вот, то есть, масса каких-то ограничений, которые... Он говорит, ну, я два месяца проживу вот в том виде, в котором я хочу. И всё было отброшено, да, он там ушёл, там, от жены и так далее. То есть, ты озвучил, да, Вселенная, своё естество. Она тебе откликнулась. То есть, вот это прятание за какую-то подмену, маски, они работают только на болезни, видимо. Ну, у человека же как возникает, как я это объясняю, у человека возникает внутренний конфликт. Всё, конфликт фактически с самим собой. Мам такой, да? Да, да. Ну, потому что удобно, допустим, я через это удовлетворю какую-то свою потребность, а то, что у тебя есть потребности, другие более высокие, ты на это закрываешь глаза. И всё равно возникает внутренний конфликт. И всё, и человек, он в этом конфликте пребывает какое-то время, да, определённое, это неизбежно приводит, ну, как я говорю, приводит к страданиям на разных уровнях, ну, в том числе и к болезням. Ну, вот я хочу сказать, что вот мы сейчас поговорили о том, что некоторые подумают, что слишком вот такая интеллектуальная беседа, но на самом деле мы думали, вот тут сейчас должна о духовном подумать, а тут вот какая-то вот такая бытовуха. На самом деле нет ничего такого сверхъестественного в духовности, а просто там, скажем, дружба с человеком, да, какая-то самоотдача. Ну, очень простая такая человеческая. В этом нет каких-то там заумностей, там надо быть, я не знаю, себе бядя во лбу. Есть простые человеческие отношения, которые предлагают тебе проявить себя, да, в чём-то. Да, на самом деле ты, если ты хочешь что-то от человека получить, а каждый хочет, ну, так ты вложи сначала в этого человека. Ну, и не только, просто ты как бы будь широк душой, ты хочешь что-то сделать. Ты сейчас для кого делаешь там? Ты для себя это делаешь, да, просто потому что вот есть эта потребность, и вот это и есть уже духовность. Открой своё сердце. Да, да, если тебе твою искренность, да, действительно, как-то не отвечают, но это их проблема, ты не должен играть с ними вот в это, да? Да. Ну, и нет, и нет, ну, какая проблема? Ну, кстати, искренность... Ну, если ты действуешь искренне... Да, конечно. То есть вселенная также открывается. Если тебе руку не протянули на эту искренность, ну, окей, значит, какие-то другие настройки у человека. Конечно. И она тебя хотя бы защитила на этом этапе, ты хоть не споткнулся. Да, да. Вот, поэтому вообще очень просто. Вот духовность, чтобы она не звучала как нечто такое... Запредельное. Запредельное, да, там где-то с ангелами, вот, она вообще в человечности, вот в такой, в каждодневной, пятиминутной, вот ежесекундной человечности. Да, искренности. Да, и это в принципе-то несложно. Это просто вот надо себе позволить быть собой, перестать бояться, что тебя кто-то не обеспечит и прогибаться под того, кто тебя чем-то обеспечит, да, потому что в каждом есть всего вот то, что он хотел бы. Вообще, вот и вселенная, она же такая иллюзия, да, она может тебе создать всё, что хочешь. Да. Вот, и вот только понимание этого, оно создаёт возможности. И вот вы мне говорили о некой такой игре, которую вы там придумали, она очень оказалась продуктивной в целительском смысле. Что это? Да, мы вот с моим сыном, с Этазаром, разработали игру «Возлюби болезнь свою». Такая игра смыслов. И вот человек может через эту игру выйти на понимание вот тех смыслов, которые даёт ему болезнь. Причём причин, осознание уроков, для чего вообще эта болезнь в его жизнь пришла. Потом выйти на уровень вообще благодарности, за то, что с ним происходит, именно искренней благодарности от души, потому что, ну, как говорю, человек не может избавиться от болезни до тех пор, пока он не примет полностью то, что с ним происходит, и не сможет искренне поблагодарить не только болезнь и Бога, но и вообще того человека, который его, например, оскорблял, унижал и прочее, прочее. Из-за тех отношений у него возникла, например, эта болезнь через обиду, через ненависть и прочее. И потом создать новые модели поведения, обрести внутренние ресурсы. И мы вот проверили, ну, просто, ну, как чудеса происходят в том смысле, что человек, который, ну, там, прочитал мою книгу, там, «Возлюби болезнь». Говорит, я вот не могу с подсознанием установить контакт, у меня не получается, не могу понять. Тут он берёт карту и прямо по ней говорит, «Блин, я же всё понял, вот, оказывается, это что? А я целый год, я там пытался, там, через пальчики, там, как это, ну, там, методика описана, там, ещё как-то, а тут вот оно всё». Почему? Потому что есть принцип синхронизма ещё, описанный Юнгом в своё время. И, соответственно, когда человек выходит с запросом, как во Вселенную, да, к своему подсознанию, бессознательному, с запросом, и он вытаскивает ту карту, которая вот как раз отвечает на этот запрос. И он видит буквально вот в этом, начинает разворачиваться его внутренняя Вселенная, да, его внутренние все эти процессы, которые в нём происходят, всё это разворачивается вот наглядно, и он вдруг, ну, ему приходят такие озарения, что да, вот оно. А дальше ты просто уже с этим начинаешь работать. Всё. То есть обиду тебя, давай сейчас поработаем с обидами. Что там у тебя там было там, неприятие себя, какие-то комплексы неполноценности, низкая самооценка, ну, давай с этим поработаем. Всё, выясним, почему, откуда это там, с детства или ещё. И всё. И так вот у человека происходит диагностика, с одной стороны, а с другой стороны уже начинается процесс вот этого осмысления и трансформации внутренней благодаря игре. На самом деле, когда смотришь, что происходит дальше, да, видно, что все медицинские общепринятые методики перестают работать, любая унифицированность подходов перестаёт работать, лекарства не работают, тело другое, начинается рассинхрон, паника, если кто-то не понимает, и все уступают совершенно другие формы излечения. Конечно, не сразу, но, тем не менее, вот фармакологическая такая инстанция в таком обычном смысле слова вот уже, наверное, с сентября, особенно, 24-го, вот видно, как это беспомощно становится. Что будет происходить с водой? Как это будет вообще на организме сказываться? Естественно, будет восприниматься ага, новый вирус, информационная среда будет крайне динамично подхватывать это всё. Очень много вот таких провокационных моментов, которые создают вот эту турбулентность, если так отодвинуться, то понимаешь, что это вот, к чему это всё. Интересно, что выглядит так, что меняется, может быть, вы мне подскажете, не знаю, планетарно видно, что меняется внутри организма область, связанная вот с позвоночниками верхними, соединяющей голову и спину. и мозг. Я сначала подумала, голова, что с головой происходит, потом я понимаю, что включаются другие формы мышления, что ли. Это и допуск каких-то совершенно там, вдохотворённых вещей, которые никак не отменяют вот этой материальной жёсткости, но раз ты это понимаешь, и это связано между тобой, то только, опять же, на ответственности это всё и срабатывает. Поэтому мы столько увидим перемен, что... Да, это на самом деле, как всегда говорим, в интересное время мы живём. Однозначно, однозначно. И вообще, я честно скажу, я же серьёзно сюда подхожу к интервью, к любому. Я понимаю, в какое мы будем работать, в каком направлении. Если там написал текст там большой, перечислил там какие-то даты, обстоятельства, вот они не возникают так вот сразу прям на языке, но настолько такая многофункциональная такие перемены грандиозные, что когда ждут каких-то вот атострологов, таких прогнозов, то это не то, что там, ну да, метеорит упадёт, да, в июле, по-моему, 26-го тоже очень опасный такой момент космического такого взрывоопасного толка. То есть событий будет очень много. Они все видятся как критичные, потому что перестройка энергетических точек полностью меняется, и если мы только каждое событие отслеживаем и думаем, вот это прошло, а это пришло, а это прошло, целостность, восприятие, что это общая трансформационная картина, при том, что мы можем иметь вот эту свою орбиту защищённости и свой мир, который мы предлагаем тоже, разворачиваем и приходим друг к другу с мирами, да, то есть это является нашей вот, не знаю, и обителью, защитой и всем чем угодно. Поэтому это большая сила понять действительно, что является на сегодняшний день возможностью не только там выжить, да, не хочется этих слов, а наоборот. Ну да, выжить, кстати, выжить, это выйти из жизни, получается. то есть наоборот, созидательным образом вписаться в эту новую реальность, которая будет, и бояться её не надо, она просто предлагает изменить точку зрения. Я те, кто не понял. Не просто бояться, её нужно творить. Да, да, да. Поэтому, и вот одна из книг у меня новых вышла, «Возможные сценарии будущего» или «Сотворение новой реальности». То есть действительно нужно, как говорится, надоело у меня, брат мой говорит, надоело бояться, всё. Да, устали уже. Да, устали уже, пугают уже, уже как перепуганные все. Вот. Надо творить. То есть творить, подойти именно с позиции как творца, что всё, что происходит, на самом деле происходит для нас, для нашего же блага, для нашего развития и совершенствования. Потому что мы-то пришли в этот мир как душа, как сознание, пришли развиваться, совершенствоваться, не просто наслаждаться какими-то вещами. нас не хотели пожить в такое время. Да, да, да. Многие поднимали руку, многие взяли. И взяли на себя этот крест, да. Вот. Пришли, и здорово, значит, нужно принимать то, что происходит, и действительно менять своё отношение к тому, что происходит, воспринимать это как благо, что в этом есть действительно высший смысл для всех нас. И то, что мы и говорим здесь, о том, что обращать внимание не только на то, что происходит во вне, но и внутрь себя, и совершать вот эту внутреннюю трансформацию для того, чтобы перенастроить свои энергии, да, и быть готовым к тем глобальным процессам, которые происходят. Да, я думаю, что точка опора это внутренняя честность, а не статус. Вот статус, это как раз очень такая зыбкая история. Статус — это маска, фактически. Да, да, и поэтому самое главное вот опираться на то, что ты транслируешь вот эту честность хотя бы для себя из того, что ты хочешь на самом деле. Да. И это уже какой-то шаг вперёд. Да, открой своё сердце, вот, и совершай свою внутреннюю трансформацию. Это, безусловно, приведёт к благу и всеобщему, да, и твоей семьи, и твоего рода, потому что будут менять какие-то твои родовые уже программы, ну, и, соответственно, народа, да, и родины, там, и всего мира, но постепенно, да, постепенно через твою вот эту внутреннюю работу. Ну, да, я думаю, что на самом деле, что касается там семьи, близких людей, ещё это всё очень не такая прям простая, непостое индуцирование, где они сразу так вписались в это. Конечно. Я думаю, что каждый друг другу должен тоже соответствовать, и тут по-разному может складываться, но, тем не менее, создавая это поле в себе, по крайней мере, ты предлагаешь какие-то спасительные круги, бросаешь про спасательные, да? Да, да. То есть, если этот человек готов с тобой, значит, вы вместе идёте. Нет, ну, значит. Ну, тогда, наверное, пожелаем нашим зрителям, тем, кто наблюдал за нашей непростой беседой, наверное, веру в себя. Не в кого-то, а в себя, потому что каждый создан таким образом, что он не случайно пришёл и имеет возможность силовое поле, волю, понимание, чтобы строить сейчас свою жизнь, не отдавать её строительство какой-то другой бригаде, да? Да. Ну и правильно, в себя верить, себя именно осознавать, что на самом деле, как я говорю, нет расстояния между Богом и человеком, да? То есть, верить в свою вот именно божественную суть, высшую суть, как в своё абсолютное сознание и всё-таки стремиться выстраивать свою жизнь, исходя из высших смыслов, не просто из твоих местечковых интересов, да, эгоистичных, а всё-таки включать туда именно высшие смыслы в свою жизнь. И тогда, чем более высшие смыслы ты включаешь, тем больше в гармонию ты входишь с теми процессами, которые происходят там и в космическом масштабе. Ну, немножко, мне кажется, сложно, когда люди живут в разных плоскостях, в разных там отношениях с этим миром. Высшие смыслы иногда звучат как нечто такое неопределённое, недосягаемое, да, неопределённое, такое что-то такое, что он не может себе позволить такой рост, скажем, потому что тут завтра ему полы помыть надо, вот ещё высшие смыслы. А я всегда так говорю, я так говорю, Светлана, моешь полы, посвяти это Богу. Отлично. То есть, я даже такую практику женщинам говорю, женщина говорит, вот, мы не можем духовной практикой заниматься у нас там посудой и прочее. Я говорю, да, вы ещё там сто лет назад, когда не было стиральных машин, посудомоечных и прочих сказали бы это. Сейчас на самом деле время у вас есть всё. Даже ты занимаешься делами домашними. С удовольствием. А с удовольствием как? Я говорю, представь, что тебе сегодня вечером должен Бог прийти, и ты его будешь встречать. Вот как ты будешь мыть посуду? Ну как, я буду мыть с любовью, с радостью. Как ты будешь пищу готовить? Ну как, для Бога. А как ты будешь пол мыть? Для Бога. Ну так делай всё так каждый день, что ты делаешь всё для Бога. И тогда твои бытовые дела, вот эта бытовуха превратится в духовную практику. Ну. Вот он, высший смысл. Ну, не знаю. Пускай ты там не понимаешь, где Бог, я не знаю, где Он. Вот Он через тебя живёт. Он через тебя живёт, а тут вот понимаешь, думаешь, что как-то так вот сейчас в проброс всё. Так вот ты это и делай вот с посвящением, да, с посвящением. Есть такое понятие карма-йога, то есть когда ты делаешь бескорыстно с посвящением, вот, и всё, и тогда это превращается в духовную практику. Простые, простые вещи, совершенно простые вещи. Отношения также можно посвящать. Вот работу свою можно посвящать. То есть идти на работу, вставать рано утром, идти не для того, чтобы деньги зарабатывать, хотя, понятно, они нужны, но посвяти свою работу Богу, посвяти высшему благу, да, посвяти просто счастью людей. Вот и всё. То, что ты делаешь. и тогда ты будешь делать это с радостью, с любовью. Ну да, главное благодарить за то, что появилась возможность жить, что-то делать, любить, встречаться, даже разочаровываться, это же всё равно жизнь. Это жизнь, конечно. Это чувство жизни. Да, да, да. Мы иногда, когда так переживаем, а потом через две недели думаем, господи, какая была ерунда, сейчас уже вообще другая история. А если бы мы так отодвинулись на всё и посмотрели, наверное, другая бы жизнь была, другое бы осознание. В общем, я думаю, что не надо бояться ни жизни, ни старости, ничего не надо бояться. Просто есть всегда какая-то радость, которая, она меняет свои формы, краски, но она всегда с тобой. Да. Вот на этой прекрасной ноте, да, и завершим. Здорово. Спасибо, спасибо, Валерия. Да, благодарю, Светлана. И приятно пообщаться. Да, такие вот у вас энергии очень интересные. Такие вот. Общаясь с вами, соприкасаешься вот именно с планетами, с космосом, вообще интересно. Здорово. Спасибо, приятно очень. Благодарю. Ну, я думаю, что и наш этот разговор для кого-то тоже будет и полезен, и интересен. Да, мы были, по крайней мере, честны и хотели поделиться этой честностью, восприятиями. Да. Так что будьте здоровы и счастливы. Всех вам благ и счастья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.